Стабильную нынешнюю эпидситуацию явно не назовешь. Только за последнюю неделю наша область из красной зоны перешла в желтую и снова вернулась обратно. Число инфицированных то уменьшается, то растет. К примеру, за эту неделю самое большое количество зарегистрированных случаев заражения пришлось на 19 мая 120 человек. Сегодня медики рапортовали еще о 72 новых зараженных коронавирусом и 13 пневмонии. За сутки последние зарегистрировано 72 новых случаев COVID-19, из них симптомами заболеваний 58, бессимптомные 14. За 20 мая по области с начала пандемии зарегистрировано 10 753 случая, из них 64,3% симптомами заболевания и 35,6% бессимптомных. Из 10 753 случаев 1,8% зарегистрированы как завозные случаи, 17,3% это были в контакте с больными, 80,7% местные случаи, в том числе 23,5% выявлены с профилактической целью. А вот количество вакцинированных в области растет не такими быстрыми темпами. Всего на сегодняшний день полный курс вакцинации получило лишь чуть больше 32 тысяч жителей региона. Видимо, октябинцы все еще сомневаются, действительно ли прививка поможет избежать заражения. Однако, как заверили сегодня медики, случаев заболевания коронавирусом после получения вакцины у нас не зарегистрировано. Тем не менее, врачи предупреждают, если между получением первого и второго компонентов антиковидного препарата вы стали носителем нового вируса, то спустя полгода после выздоровления вам вновь придется проходить полный курс вакцинирования. Если после первого компонента человек заболел коронавирусной инфекцией, то второй компонент получать необязательно. То есть, если вы уже переболели, то вопрос о вакцинации будет стоять уже через 6 месяцев. Вы сможете получить вакцину, переболевшие люди смогут получить вакцину уже через 6 месяцев. Сегодня желающие поставить прививку могут выбрать и препарат. В Ак-Тубе имеются вакцины отечественного, российского и китайского производства. Всего с начала вакцинации в область было доставлено более 156 тысяч доз вакцины. Это 114 доз «Спутника», 2000 «Касвага» и 40 тысяч «Хаятвакс». Кристина Вейджи, Соланжубаев, программа «Факт».